Как начинающий предприниматель может безвозмездно получить почти 60 тысяч рублей? Об этом и не только. Далее в нашей рубрике. Дмитрий Медведев предлагает популяризировать бизнес и разработать специальную программу. Цитата. Если мы хотим, чтобы в нашей стране было 30-40, а то и 50% граждан, ставших предпринимателями, мы должны, вероятно, создать программу, предполагающую предпринимательское дело. Без развития предпринимательства у нашей страны нет будущего, сказал глава государства на встрече в Москве с бизнесменами. Александр Верхозин по образованию учитель ОБЖ, но школьников не учит, а шьет для них одежду. Блузки, жакеты, брюки. В день получается 2-3 комплекта. Бывший безработный запустил производство на деньги городского центра занятости. Субсидия 58 тысяч рублей. Сейчас уже сам обеспечивает работой пятерых человек. С работой было крайне долго. И поэтому, перебиваясь с места на место, там, где берут, там не платят, где платят, туда не берут. Только в Абакане за последние два года свой бизнес с помощью центра занятости открыли около тысячи безработных человек. Они занялись бухгалтерскими услугами, швейным производством, торговлей. Желающих стать предпринимателями достаточно, ведь помощь можно получить на очень выгодных условиях. Ни государственные органы в России, ни муниципальные не выдают подобных субсидий с очень низким, на мой взгляд, администрированием. Достаточно быть безработным, подать нам в нашу комиссию бизнес-план простой. Нам не нужны сложные бизнес-планы, чтобы нам было понятно, комиссия для чего тратится денег. Тем временем Александр Верхозин на днях открывает собственную торговую точку на оптовой базе «Контакт». А вообще в его мечтах свой малый бизнес превратить в большой и обеспечить, если не всех, то большинство детей республики недорогой авторской одеждой. Жители Абакана нас спросили, как можно открыть свой бизнес, имея лишь одно желание. С этим вопросом мы обратились к директору муниципального фонда развития предпринимательства. Когда человек уже определился с видом деятельности, ему необходимо спланировать, то есть составить бизнес-план. После того, как составлен бизнес-план, человек определился уже с организационно-правовой формой, то есть будет ли он индивидуальным предпринимателем, либо он создаст общество с ограниченной ответственностью. Там тоже определенные нюансы присутствуют. Он готовит документы для государственной регистрации, после чего ему необходимо определиться, кто будет вести бухгалтерский учет. Это очень важный момент, потому что у многих людей без специального образования возникают с этим проблемы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова